Праздник Ураза Пайрам собрал сегодня в соборной мечети Черкеска. Сотни мусульман в коллективном намазе участия приняла глава республики. В республике определили лучшего щеца священного Корана наизусть. Проходил конкурс по трем номинациям. Оценивали конкурсантов-преподавателей из Египта. Знаковое событие для молодежи республики. В Черкеске открылся первый молодежный центр пространства для развития и самореализации. Любимые персонажи и путешествия в сказку в республиканской детской библиотеке имени Никулина состоялось в закрытии недели детской книги. Здравствуйте! На телеканале Россия 24 информационный выпуск Вести Карачаева, Черкесия. С вами Дарья Тендит. Сегодня мусульмане мира отмечают Ураза Байрам. С праздником жители поздравляют глава Карачаева Черкесии Рашид Семрезов. Этот особенный день наполняет сердца людей светлой радостью, благодарностью и душевным теплом. Позади священный для каждого верующего мусульманина месяц Рамазан, который был наполнен благими делами, чистыми помыслами, искренними молитвами и заботой о тех, кто нуждается во внимании и помощи. Светлый праздник Ураза Байрам, символизирующий собой нравственное очищение и совершенствование, проповедует гуманизм, милосердие, отзывчивость, стремление к созиданию, духовному росту. Ценности одинаково понятные и близкие всем представителям конфессий нашей многонациональной Карачаева-Черкесии и всей России. Пусть этот праздник подарит много теплых встреч с родными и близкими, добрых пожеланий, мгновения, счастья и благодати, процветания и благополучия каждому дому, каждой семье нашей республики. Говорится о поздравлении. И сегодня в соборной мечети республиканской столицы сотни мусульман собрались для совместной праздничной молитвы Уразы Байрам. Его мусульмане отмечают в день окончания поста в священный месяц Рамазана или же, как принято называть, Идальфитр, то есть праздник разговения. В коллективном намазе принял участие глава республики Рашид Семрезов, сенатор Ахмад Салпагаров, депутаты парламента и члены правительства. Во время праздничной молитвы председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа. Исмаил Хаджибердей поздравил собравшихся с праздником, пожелал мира и благополучия всем жителям республики. Праздник разговения верующие обращаются ко Всевышнему с благодарностью за месяц благоугодных дел. После коллективного намаза они обмениваются поздравлениями и подарками, а также делятся праздничным обедом с семьей и друзьями. Кураза, как всегда, он очень быстро пролетел, а в этом году особенно. Может быть погода тому способствовала, было не так жарко. Он всегда так быстро проходит. Поэтому имамы во всех мечетях просят людей, чтобы делали добро, творили добро. Аллах ведь создал человека, чтобы он делал добро. Не только в эти месяцы, а эти месяцы они священные перед Всевышним. Во все времена мы должны делать добро друг другу и тогда, иншаллах, у нас будет мир и спокойствие. Для каждого мусульманина это священное время, месяц Рамадан. Каждый мусульманин ждет этот месяц и держит пост. В этом году, как сейчас Муфти подчеркнул, он очень быстро прошел. И пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех жителей Карачаева, Черкесии, мусульман, которые держали пост и молили Всевышнего о том, чтобы был мир на земле и чтобы до следующего Рамадана, здравии, со здоровьем дожить. И всего самого наилучшего пожелать всем жителям Карачаева, Черкесии. Радость, благодать, душа поднимается, приятно, доволен. Всем жителям Карачаева, Черкесии желаю здоровья, счастья. Дома у каждого было приятно, хорошо. И все этот год встретили. Здравии, не болели, живы, здоровы. И друг друга вот так поздравляли. Дай Аллах всем здоровья и счастья каждому дому, каждому. Кто в пути, кто в дороге, кто дома живет, всем счастья и здоровья. В Карачаево-Черкесском Исламском институте имени имама Абу Ханифа в течение двух дней проходил конкурс по чтению Священного Корана наизусть. Состязание проходило по трем номинациям, где студенты демонстрировали знания различных частей Священной книги мусульман. За ходом конкурса наблюдал и наш корреспондент Алихан Лепшоков. Здесь важно умение не просто искусно читать наизусть аяты Священного Корана, но и грамотно произносить суры с соблюдением правил Таджуида. Оценивали конкурсанта преподаватели из известного Исламского университета Аля Асхар в Египте. Коран является тем фундаментом для всех исламских наук. Именно поэтому мы, проводя эти конкурсы, стараемся, чтобы каждый студент получил багаж знаний в понимании Священного Писания, отметил ректор Карачева Черкесского Исламского института Мухаммад Хаджи Батчаев. Конкурс сегодня проводился по знанию Корана четырех джузов, последних четыре джуза. Джузы – это имеется в виду десять листов последних из книги Аллаха. Одна номинация – знание четыре джуза, другая – знание трех, третье – знание двух джузов, и последнее – знание одного джуза. Это мероприятие не случайно проходит. Именно мы решили его провести в месяц Рамадан, так как этот месяц является месяц Корана, неспослание книги Аллаха. И хотели в этот месяц проверить лучшего, выявить и выявить лучшего читца. Каждый из участников старался передать красоту звучания аятов Священной Книги Мусульман. Преподаватели зачитывали фрагмент, а студент должен был продолжить чтение по памяти. Алиф ламмим. Аллаху ла илла хуал хайюл хайюм. Наззал алейка л китаба бил хаақ мусаддиқа лима байна дэй и анзалат таврата вал инжил. Для нас важна не победа, а самоучастие, так как соревнуясь мы развиваемся и познаем свои пробелы в знаниях, которые мы будем в дальнейшем исправлять, отмечают студенты Исламского института. Лично для меня главное то, что при подготовке к этому конкурсу каждый из нас развивался, повторял, закреплял те знания, которые он подзабыл, которые у него были до этого. И для меня это самое важное, то, что ты учишься, ты приобретаешь знания, и ты не должен забывать то, что ты приобрел, ты должен закреплять это. И вот подобные конкурсы, они способствуют этому. А призы это просто как мотивация и стремление. Готовились к конкурсу, мы все старались, учили, корам повторяли. Рожа благодарность всем шейхам, которые вручали грамоты, награды, ректору Мухаммаду Хаджи. В торжественной обстановке ректор Карачаево-Черкесского Исламского института Мухаммад Хаджи Батчаев вручил победителям и призерам конкурса грамоты и денежные вознаграждения. Также преподавателям из университета Алясхар выразил благодарность и отметил благодарственными дипломами. Алиханепшоков, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия. В Черкесске заработал Республиканский молодежный центр. Его открыли в рамках Года молодежи, объявленного главой Карачаева-Черкесии Рашидом Тимрезовым. В торжественном мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Республики Дженнибек Суюнов, министр по делам молодежи региона Ибрагим Датаркулов и директора «Номоя карьера» Расим Попшоов. Открытие центра стало возможным благодаря программе Федерального агентства по делам молодежи регион для молодых. Новое современное пространство для развития молодежи запущено по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина и в рамках реализации национального проекта образования. Отметим, что программа «Регион для молодых» имеет очень важное значение для формирования и развития инфраструктуры и экосистемы молодежной политики. Мы прошли по всем аудиториям, разная специфика, разные направления. Это все сделано ради молодежи Карачаева-Черкесии. Безусловно, то, что Росмолодежь поддерживает это движение и участвует непосредственно в создании таких вот центров, а на местах, благодаря активной позиции Министерства по делам молодежи, в данном конкретном случае мы говорим о Татаркове, Евразии, Ильясовиче и всей его команде, конечно же, созданы хорошие условия для того, чтобы вы здесь не только приобретали определенные навыки, но и для того, чтобы вы имели определенную точку роста профессионального по тем или иным направлениям. Читает семья, читает страна. В Республиканской детской библиотеке имени Никулина состоялось закрытие недели детской книги. Сказочные персонажи предложили путешествие юным читателям. Альбина Ламкова отправилась вместе с ними. Адалина Полуянова – верный друг Республиканской детской библиотеки. Юная, добрая, открытая, любит общаться и с удовольствием участвует во всех мероприятиях, проводимые библиотекарями. Я пришла в библиотеку в возрасте 9 лет. Мне очень нравится читать, и я бы посоветовала своим сверстникам и детям помладше читать, потому что это очень увлекательно, интересно, оно развивает свой кругозор. Также я благодаря библиотеке нашла новое общение, завела новых друзей. Дети узнали историю возникновения книжных именин. Им были предложены вопросы о любимых книгах, литературных героях, писателях. Также ребята приняли участие в литературной викторине, провели ее в игровой форме. Затем вместе с мультяшными героями отправились в путешествие. В течение всей недели звучали стихи о книге, пословицы, крылатые выражения, веселые песни, рассказы о поэтах и художниках. Юные друзья, читатели с удовольствием участвовали в занимательных викторинах, конкурсах, мастер-классах, которые организовали работники библиотеки. Неделя детской книги в этом году была посвящена Году семьи. Естественно, на наше мероприятие по закрытию мы пригласили наши читающие семьи из районов, из города Черкесия, ребята из 12-й школы. По прошлому году больше 18 тысяч читателей у нас. Это, хочу сказать, что это один из лучших результатов по стране, потому что для нашей маленькой республики это очень хороший результат. На торжество пригласили автора 20 поэтических и прозаических книг Ахмеда Шорова. Он рассказал о себе, познакомил юных читателей со своим творчеством. Еще работники библиотеки организовали книжную выставку. Альбина Ламкова, Виктория Карпенко, Вести Корчаева, Черкесия. Спортивные вести. Воспитанницы спортивной школы номер один Черкеска стали бронзовыми призерами первенства Южного и Северо-Кавказского федерального округов по волейболу среди девушек до 15 лет. Соревнования прошли в Волгограде и собрали команды из Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей, а также Карачаева, Черкесии, Дагестана и Калмыкии. Лучшим игроком команды нашей республики стала Мадина Дышекова. С каждым годом родные языки утрачивают свою привлекательность для подрастающих поколений. Сожалением констатируют специалисты в сфере образования. Бьют тревогу общественные организации и старейшины. Забывается вместе с языком и культура народа, ее история. А для малых народов такое явление может стать катастрофическим и привести к их исчезновению. Эти вопросы не раз поднимались общественниками, проводились собрания, круглые столы. И итогом этой работы стало осознание того, что национальные языки необходимо внедрять в образовательную программу более активно. Нужен и современный учебный материал. Эти и другие вопросы моя коллега Мадина Каракетова обсудила с депутатом парламента Карачаева-Черкесии Расулом Кубановым. Интервью смотрите далее. Наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи.